В день зарплаты чувствуешь себя миллионером. Держитесь, брендовые магазины. Сегодня ваши полки опустеют. Настоящее наваждение. Кажется, что без него счастье просто невозможно. Ну вот, наконец, этот торжественный момент. Приобретение нового айфона. Удивительно, как легко она расстается со своими сбережениями ради импульсивной покупки. Еще бы, ведь ее девиз – жить на полную и не экономить на себе. Ох уж эти жертвы рекламы. А девушка с более экономным подходом не станет просто так размениваться на гаджеты. Особенно, когда увидит цены на них. Сколько, сколько? Ну уж нет, мой смартфон еще ого-го. Подумаешь, треснул экран. Но работает же. Иногда соблазн зайти в кафе так велик, но если помнить о счастливых часах, можно неплохо сэкономить. И получить все то же самое, но чуточку дешевле. К тому же кофе по скидке кажется намного ароматнее обычного. А еще можно воспользоваться бесплатным сахаром и салфетками. Это всегда пригодится. А кто-то живет по принципам «здесь и сейчас» и «хочу все и сразу». Дайте и то, и это, еще вот это. Кругленькая сумма получается. Но банковская карта все стерпит. Пока на ней есть деньги, конечно. А главное, когда заказ принесут, он вроде как уже и не нужен. Деньги на ветер. О нет, кружка покрылась слоем чайного налета. Интересно, это вообще отмывается? А вот и лайфхак. Берем зубную щетку и зажигалку. Нагреваем щетку и сгибаем вот так. Получился удобный ершик для чашки. Немного усилий и средства для мытья посуды, и грязный налет исчезает прямо на глазах. Наш инновационный гаджет совсем справился. Загляденье, а не кружка. А вот чашки, с которой пьет подружка транжира, повезло меньше. Ведь увидев в ней налет, она просто выбрасывает посуду. И правда, чего мелочиться, можно же купить новую. Умение грамотно распределять средства – лайфхак от людей, которые умеют экономить. Понадобится несколько бумажных конвертов. На каждом из них пишем назначение денежных средств. Например, еда, путешествия, дом, развлечения. А теперь распределяем деньги по конвертам. Такой метод очень помогает грамотно расходовать имеющиеся финансовые средства и не спустить всю зарплату за один день. А что же транжира? Ну, наконец-то, зарплата. Кажется, что денег так много, можно купить все, что душа пожелает. Никаких конвертов, зачем? Просто запихиваем деньги в сумку. Да, стратегическим планированием здесь и не пахнет. Часть денег в карман на мелкие расходы и бегом тратить на что попало. Потеря купюры? Транжира ее даже не заметит. Отдельная страсть шопоголика – онлайн-магазины. Мне срочно нужны эти лоферы. И эти стильные сапожки. И еще эти. В эйфории транжира заказывают несколько пар обуви, одежду. Конечно, пришлось потратить немало денег. И финансовые запасы знатно истощились. Ну и ладно. Все же для себя, любимый. А как поступают те, кто знает счет деньгам? Любимые кроссовки вытерлись обидно. Придется купить новое, но сначала составим мастхев покупок. Вписываем в него новые кроссовки. Вот так-то. Никаких незапланированных трат. Вкусные сэндвичи можно сделать дома и взять с собой в институт или на работу. Так же, как и салат из овощей. Ланчбоксы затем и придуманы. Но от ранжира мне охота заморачиваться. Один вид овощей, из которых нужно что-то готовить, наводит на них тоску. Не проще ли позвонить в службу доставки еды? Раз, два, три. И на столе появляются суши и роллы. Не дешево, но зато так удобно. Распродажи, распродажи. Как много в этом слове для шопоголика. Нужно бежать скорее, а то все раскупят, ничего не достанется. Фух, ну вот, набрала кучу всего, да так выгодно. А вот у экономной девушки характер нордический, стойкий. И никакие распродажи не заставят ее бездумно тратить деньги. Блестящее платье для вечеринки – ревуар. Тебя нет в моем списке покупок. Скидка 50%? Неа, даже не надейтесь. Вот что значит железная сила воли. Иногда приходишь домой, побегав весь день в кроссовках и... Чувствуешь ужасный запах. Это все носки. Ну и вонь. Зачем заморачиваться, можно их просто выбросить. А вместо них купить новые. Да, именно так поступит девушка, не привыкшая к экономии. А что же ее экономная подружка? Подобная неприятность может произойти с кем угодно. Но решение будет совсем другим. Носки отправляются не в урну, а в стирку. Стиральная машина справится с задачей на ура. На улице так зябко, да еще и снег выпал. А я, как назло, даже без перчаток. Бррр. Идти пешком, ну совсем неохота. Поэтому девушка-транжира, конечно, вызывает такси. Но у экономной подруги совсем другой подход. Можно и на скейтборде прокатиться. Это так круто, ехать по снегу и дышать свежим воздухом. Экономика должна быть экономной. Ну а более ленивые и менее экономные прыгают в уютный салон такси. Да, красиво жить не запретишь. Экономия важна даже в мелочах. Знакомая ситуация, когда в тюбике вроде осталось немного пасты, но выдавить ее не получается. Закручиваем тюбик в сторону отверстия и надавим. Вот и получилось использовать всю пасту. Очень экономно. С тюбиком крема тоже можно справиться. Нужно просто разрезать его ножницами и полностью использовать остатки. А во флакон с шампунем, где осталось немного средства на дне, можно налить воды и хорошенько встряхнуть. Ну вот, на пару раз еще точно хватит. Но не все будут так ухищряться. Баночка с шампунем опустела? Да и зубная паста на исходе. Да это же отличный повод купить свежую косметику. Можно хоть всю ванную комнату забить новыми красивыми флакончиками. И заодно накупить кучу ненужных средств. Только зачем? Похоже, хозяйка ванной и сама не знает. Умение создать новый наряд из привычных вещей – очень полезный навык, который к тому же сбережет бюджет. Один красивый платок позволяет придумать сразу несколько интересных образов. Искусство сочетать аксессуары и одежду между собой дает возможность всегда выглядеть по-новому. Все, что для этого нужно – несколько элементов базовой одежды и наличие хорошего вкуса. И совсем ни к чему забивать в гардероб кучей вещей. Но у девушки-шопоголика все выглядит иначе. Полная вешалка одежды, а надеть абсолютно нечего. Вот такой парадокс. И то возьмет, и это. Как ни крути, ничего не подходит. И не сочетается. Что ж, опять придется тратиться на шоппинг. Да ладно, одежды много не бывает. Так приятно выйти из торгового центра без этих громоздких пакетов. Ведь все необходимое можно сложить в одну многоразовую сумку для покупок. А транжире предстоит тащить все эти пакеты. Такое ощущение, что чем больше ноша в руках, тем лучше. Ну конечно, это же так круто разложить каждый купленный фрукт в отдельный модный эко-пакет из крафт-бумаги. Никакого здравого смысла и никакой экономии. А уж заботой об экологии тут и вовсе не пахнет. А вот и конец месяца. И что в кошельке нашей транжиры? Пустота. Оу, тот самый смятый доллар. Как ты сейчас, кстати. А вот и наша экономная девушка. И кажется, у нее все будет хорошо. Что и говорит, транжиры и экономные люди живут на разных планетах. А к какой из этих категорий ты относишь себя? Устроим перекличку в комментариях. И не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше интересных скетчей и лайфхаков от Трум Трум Селект. Субтитры создавал DimaTorzok